В 20-м детском саду продолжился проект «Быть здоровым хорошо». Медики обследовали здоровье воспитанников и дали рекомендации родителям, а малышей научили основам здоровья. Соглашение мэров по климату и энергии в Республике Беларусь подписал председатель Барановичского госполкома Юрий Громаковский. Тем самым Барановичи присоединились к городам, в которых власть берет на себя добровольное обязательство снижения объема выбросов парниковых газов на 30 и более процентов к 2030 году. Барановичи меняются. Особенно заметно это стало в последние пять лет. Построены километры новых дорог, обустроены места отдыха, открыты новые объекты сферы обслуживания и многое другое. Как изменились Барановичи за последние пять лет – тема традиционного опроса нашей программы. Областной этап Республиканской спартакиады для участников молодежных отрядок охраны правопорядка «Мужество-2018» проходит в Барановичах. В течение двух дней молодые люди будут участвовать в различных соревнованиях. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Детский сад номер 20 подключился к проекту «Быть здоровым хорошо». Медики обследовали здоровье воспитанников и дали рекомендации родителям. А малыши научили правильно чистить зубы, мыть руки, следить за осанкой. В основе идеи – проект «Школа-территория здоровья», который завершился в мае текущего года. В сентября инициатива пришла в дошкольное учреждение. С этого учебного года в нашем городе в рамках проекта «Здоровый город» стартовал новый проект – «Быть здоровым хорошо». Его целью является выработка рекомендаций для сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника в детском саду. Проект «Быть здоровым хорошо» адаптирован под детские дошкольные учреждения. В основе этой идеи – проект «Школа-территория здоровья», который успешно проводился в школах города. Мероприятие, которое проводится сегодня в 20-м детском саду, это уже вторая по счету акция, которая проводится в рамках проекта «Быть здоровым хорошо». Все это идет продолжение работы, которую уже проводил Зональный центр гигиены и эпидемиологии, УЗЭ, Парамическая городская детская больница в рамках проекта «Здоровый город» и «Школа-территория здоровья». И продолжает работу Межведомственный координационный совет по здоровью и сбережению. Только сейчас мы уже переместили свою работу в более младшую возрастную группу, то есть еще более ранние вопросы профилактики именно в более раннем возрасте. На этот раз мероприятие охватило детский сад номер 20. В рамках проекта в детском саду специалисты Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии, детской поликлиники, воспитатели сада организовали для детей проведение множества мероприятий и акций. Одна из них была направлена на то, чтобы научить малышей правильно чистить зубы. Сначала мы чистим жевательные поверхности на верхней челюсти, вычищаем справа налево, чистим вот такими короткими выметающими движениями, потом на нижней вычищаем, потом мы смыкаем зубы при сомкнутых зубах, расслабляют ребенок щеки и круговые движения. Справа налево, вот так вычищаем, захватывая верхние и нижние зубы. Затем мы очищаем внутренние поверхности, ставим щетку под углом 45 градусов и выметающими вот такими движениями от десны краю зуба на верхней челюсти, затем также на нижней. Рот потом полощется, щетка промывается водичкой, ставится в щетку, чтобы она высыхала. Щетка должна быть, захватывать размер ее головка 2,5 зубика, соответственно возрасту ребенка. Щетка, удобная ручка должна быть, вот, и неразволокненные щетинки, то есть меняем раз в 3 месяца. Детская зубная щетка должна быть красивой, яркой и качественной, а паста – в яркой красочной упаковке с приятным сладким вкусом. Чистота полости рта – это залог здоровья зубов в будущем. Согласитесь, гораздо проще проводить регулярные гигиенические процедуры в раннем детстве, чем в последующем посещать стоматолога и постоянно лечить зубы. Кария сейчас самое распространенное заболевание и болеет 98% населения. Ну, начинается с пятна, потом прогрессирует, уже поражается эмаль, денсин глубже, образуется полость, могут повреждаться сосуды и нервы в зубе, естественно, уже может погибнуть даже зуб, если не лечить. То есть для профилактики кариозных заболеваний нужно, значит, профилактика какая? Тщательная гигиена полости рта и рациональное питание, применение фторидов, то есть торсодержащих паст. Вот, и питание какое, чтобы детки ели 5-6 раз в день, вот, и перекусы были такие, чтобы не сладости, чтобы, например, орехи, сыр, йогурт, вот, а сладости нужно кушать перед чисткой зубов или после еды. То есть в промежутках между приемом пищи не давать сладкого детям. По данным Всемирной организации здравоохранения, дети, приученные мыть руки перед едой, после улицы и после посещения туалета намного реже болеют и не так часто пропускают занятия в детском саду и школе, чем их менее чистоплотные сверстники. При этом медики делают акцент на том, что важно не только мыть руки, но и делать это правильно. В этот день сотрудники Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии учили детей, как правильно мыть руки. Это, кстати, очень важная, самая простая гигиеническая процедура, которой, кстати, тоже многие взрослые не уделяют внимания. И она имеет большое значение не только в профилактике кишечных инфекций, но и в профилактике острых респираторных заболеваний. Как раз вот сейчас начинается сезон, эпидемический сезон подъема деспираторных инфекций. То есть это очень важное профилактическое мероприятие, самое простое. Создать условия для воспитания культуры здорового поведения у малышей, активной жизни в детском саду стараются в процессе игровой, двигательной, коммуникативной деятельности. При таком комплексном подходе иммунитет малыша надежно застрахован. Проблема здоровья дошкольников в настоящее время очень актуальна. Чтобы быть здоровым, необходимо обладать искусством сохранения и укрепления здоровья. И этому искусству мы уделяем очень большое внимание в нашем учреждении. В нашем учреждении работа по данному направлению составлена в триаде педагоги, дети и родители. Созданы хорошие здоровьезберегающие условия. Это и кадровый потенциал, это и материальное обеспечение, это эмоциональный комфорт наших воспитанников, а также организация питания. Быть здоровым – естественное желание каждого человека. Основы физического и психического здоровья закладываются в детском возрасте. Важно с самого детства формировать у человека здоровый образ жизни, учить ребенка любви к себе, к людям, к жизни. Поэтому задача детского сада – научить ребенка быть здоровым, заботиться о здоровье и приобщить к ценностям здорового образа жизни. Организация образовательного процесса, организация физкультурно-оздоровительной работы, ведется углубленная просветительская деятельность. Вот весь этот систематический и комплексный подход дает положительные и хорошие результаты. И мы видим наших воспитанников здоровыми, жизнерадостными, бодрыми. И я уверена, что вот это зерно, заложенное в дошкольном возрасте по сохранению и укреплению здоровья, в будущем даст хороший росток, и наши дети будут здоровыми и счастливыми. Прежде чем проводить вот эту работу, мероприятие сегодня в детском саду, врачи-гигиенисты проводили обследование детского сада, выясняли санитарно-гигиенические условия, обучение, воспитание детей. Были медицинскими работниками, были изучены показатели состояния здоровья детей, которые воспитываются в этом детском саду. То есть основная цель это хотя бы предотвратить раннее развитие хронических неинфекционных заболеваний, предотвратить развитие школьной патологии уже сейчас. И, конечно же, большая роль в этом принадлежит не только педагогам, но и родителям. Для родителей также была подготовлена насыщенная программа. Представители детской поликлиники и зонального центра гигиены и эпидемиологии заранее обследовали состояние здоровья детей, чтобы в день проекта рассказать мамам и папам результаты малышей. Перед ними выступили медицинские работники, рассказали о важности правильного питания, формировании привычки здорового образа жизни и других насущных проблемах. Родители имели возможность задать волнующие вопросы присутствующим специалистам. Мы думаем, что вот это вот мероприятие, которое мы будем проводить в течение года, мы обойдем все детские дошкольные учреждения города, будет как бы таким толчком и дополнительной информацией и для педагогов, чтобы они, и в первую очередь для родителей, ну и, конечно же, дети, они не только услышат, но они самое главное увидят, потому что для ребенка в таком возрасте ему главное очень важно показать, чтобы он это все наглядно видел, но то, что дети сегодня увидят, им показали, это только как бы обучение. Очень важно, чтобы эти навыки были закреплены, чтобы ребенок не просто знал, как правильно мыть руки и как правильно чистить зубы. И сегодня, кстати, будет очень важный вопрос, посвящен и выбору здоровой пищи, чтобы ребенок знал, не только знал, какая пища здоровая, а какая нездоровая, но чтобы он это воплощал в жизнь. Подведением итогов стало проведение межведомственного координационного совета. В ходе проведения совета были детально рассмотрены вопросы здоровья и сбережения в детском саду. Родителям и воспитателям были даны четкие рекомендации по сохранению и укреплению здоровья детей. Уважаемые телезрители, 25 октября с 13 до 14 часов первый заместитель председателя комитета государственного контроля Республики Беларусь Иван Петрович Романович проведет прямую телефонную линию с жителями области. Во время прямой телефонной линии вы можете поделиться с представителем комитета предложениями по актуальным проблемам развития региона, использованию бюджетных средств, финансово-хозяйственной деятельности, высказаться по поводу работы должностных лиц вертикали, предприятий и организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Высказать предложения и задать вопросы можно по телефону 80-162-21-31-21. Соглашение мэров по климату и энергии в Республике Беларусь подписал председатель Барановичского горосполкома Юрий Громаковский. Тем самым Барановичи присоединились к городам, в которых власть берет на себя добровольное обязательство снижения объема выбросов парниковых газов на 30 и более процентов к 2030 году. В середине октября Барановичи присоединились к Клубу соглашения мэров по климату и энергии, то есть к городам, в которых власть берет на себя добровольное обязательство снижения объемов выбросов парниковых газов на 30 и более процентов к 2030 году. Цель Клуба – обеспечение всестороннего сотрудничества местных органов власти и заинтересованных лиц в рамках инициативы соглашения мэров по климату и энергии. Среди задач, которую будут решать участники Клуба – адаптация к последствиям изменения климата, обмен опытом, знаниями и современным техническим решением по устойчивому энергетическому развитию и климату, подготовка и реализация совместных проектов по тематике соглашения, налаживание тесного сотрудничества с различными заинтересованными сторонами. Важно также отметить, что соглашение позволит привлечь инвестиции для улучшения инфраструктуры Барановичей. После подписания соглашения в Барановичах будет сформирована рабочая группа, в которую планируется включить представителей предприятий, Барановичского государственного университета и депутатов. В водохранилище «Вилута» в Лунинецком районе засели 2,5 тонн рыб. В Брестской области мероприятие по воспроизводству рыбных ресурсов в водоемах Фонда государственного запаса проводится с 2015 года. Зарыбление водоемов проводится за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей. Выбираются популярные виды рыб, в основном ловят хищника. Поэтому нынешней осенью закупили щука и сома. Их преимущество и в том, что они, в отличие от карпа, амура, толстолобика, не рестятся в естественных условиях. В Брестской области за три года силами Белорусского общества охотников и рыболов заселены ряд водохранилищ, в том числе и мышанка. В угодья выпускаются карп, белый амур, толстолобик, карась, сом, щука. Рыбаки активно поддерживают эту инициативу. Барановичи меняются. Особенно заметно это стало в последние пять лет. Построены километры новых дорог, обустроены места отдыха, открыты новые объекты сферы обслуживания и многое другое. Как изменились Барановичи за последние пять лет? Тема традиционного опроса нашей программы. Приятно, когда город, в котором ты живешь, становится лучше и удобнее. Когда открываются новые объекты сферы обслуживания, строятся новые жилые дома и детские сады, ремонтируются улицы. Как изменились Барановичи за последние пять лет? С таким вопросом мы решили обратиться к горожанам. Кажется, все нормально становится. Ярче, краше, красивее. Ну, все для народа. Объектов сферы обслуживания очень много, особенно по здравоохранению. Разные клиники и ультраклиники. Что еще? Ну, город чистый стал. Город ухоженный. Чувствуется забота хозяев города. Ну, так прямо быстро все не вспомнишь. Что еще? Хорошо ходит транспорт. Магазины полны продуктов. Вы знаете, что понравилось? Трассу вот эту тепловую меняют. И после этого облагораживают и те же остановки, и те же дорожки делают. И людей приучают ходить там, где им положено, а не там, где хочется. Чудно меняется город. Настолько красиво становится. Если бы еще, знаете, люди некоторые соблюдали чистоту города, было бы великолепно. А так горожане наши в основном все прекрасные. И горы становятся все прекраснее и прекраснее. В молодом парке перелаживают дорогу. Это все, конечно, прекрасно. Потому что с ребенком ездить, когда под ногами дырки, не совсем приятно. Мышанка образилась, конечно. Конечно, наверное, сделали и пляж, все оборудованы, все нормально. Ну, что пришло, вот Светиловское озеро, вот оборудовали так, как Мышанку, то было бы лучше. Обновляли фасады. Дороги тоже, по крайней мере, меняются немного. Но хотелось бы, чтобы еще было лучше, чтобы было еще красивее. За последнее стало еще красивее. Прекрасно. Новые магазины, новые фасады, здания и все остальное. Еще и качали детям было бы неплохо обновить. Можно было рожать в новом корпусе, но не в старом. Потому что там вообще, ну, мне не понравилось. Может, кому-то нравится, но а так, там врачи очень хорошие, специалисты. Вот невестка год назад рожала, было очень там просторно. Поменьше народа, в палатках уже людей лежит. Очень хорошие боровки, но дело в том, что мало этих, как его, садиков. А так вот эти магазины, а чтобы садики больше было, если... А так все красивый город. Мои две дочки получили квартиры, там очень хорошие лифты. И вообще эти площадки, все. Ну, в общем, хорошо все. Город молодеет с каждым годом. Кстати, есть песни хорошие именно об этом, вот, о городе Баранович. Вот, так что вот если их послушать, а лучше всего выучить и спеть, то много узнаете. Наш город молодеет и красивее с каждым днем. Франко, так это вообще замечательно. А если еще снесут вот эту старую поликлинику и там наведут марафет, то вообще будет здорово. Я уже год здесь. Лучше, наверное. Да. Красиво. Смотрите, как красиво. Все хорошо. Для меня важным событием за последние пять лет было важно открытие бизнес-инкубатора, что мне дало возможность открыть свой бизнес. 25-26 октября в Гомеле пройдет первый форум регионов Белоруссии и Украины. В рамках форума предполагается подписание трех межрегиональных соглашений. Соглашение между Брестским областным исполнительным комитетом и Волынской, Запорожской и Равенской областными администрациями о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Участие в выставке продукции предприятий Организации Республики Беларусь и Украины от Брестской области примут известные производители. Так, намерение принять участие подтвердило Барановичское хлопчатобумажное объединение. Областной этап республиканской спартакиады для участников молодежных отрядов охраны правопорядка «Мужество-2018» проходит в Барановичах. В течение двух дней молодые люди будут участвовать в различных соревнованиях – эстафете, гиревом спорте, плавании, волейболе, перетягивании каната. В состязаниях принимают участие четыре высших учебных заведения области и колледж города Барановичи. Победитель областного этапа представит Брещену на республиканском этапе. В Барановичах проходит областной этап республиканской спартакиады для участников молодежных отрядов охраны правопорядка «Мужество-2018». Спартакиаду принял в своих стенах Барановичский государственный университет. Волейбол, гиревой спорт, перетягивание каната, плавание, подтягивание на перекладине, бег на сто и тысячу метров – в этих видах спорта соревнуются участники состязаний. МОО помогают юношам определиться с выбором будущей профессии, способствуют популяризации службы в армии. Это своеобразная школа, в которой ребята получат хорошую физическую и юридическую подготовку. Город Баранович принимает областной слет молодежных отрядов охраны правопорядка. И БРСМ, Общественное объединение Белорусский республиканский союз молодежи, есть та площадка, которая активно поддерживает и развивает данное направление. Хочу сказать, что молодежные отряды охраны правопорядка – это очень нужное сегодня обществу молодежи направление. Она позволяет молодым людям самореализовываться, развиваться и обретать даже в какой-то степени и смысл в своей жизни. Так как, пройдя школу МОП, многие парни после принимали для себя решение идти, связать свою жизнь, идти работать в силовые структуры. Организаторами Спартакеады выступили Брестский областной и Барановичский городской комитеты Белорусского республиканского союза молодежи, Главное управление идеологической работой по делам молодежи облсполкома и Барановичский государственный университет. Программа первого дня началась с экскурсии с посещением зала боевой славы войсковой части 7404, демонстрации военной техники и знакомства с работой кинологической службы. В мероприятии принимают участие лучшие участники молодежных отрядов охраны правопорядка Брестской области, представители города Пинска, города Бреста, а также города Барановичи. По итогам Спартакеады будут определены победители, а также призеры в личном и командном первенстве, которые в последующем будут представлять Брестскую область на республике. Участники Барановичской команды, как и в прошлые годы, готовы бороться только за победу. Они надеются представить наш город не только на областных состязаниях, но и привезти золото с республиканских. На базе нашего университета будет проходить Спартакеада молодежных отрядов охраны правопорядка. Она проходит ежегодно под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи на базе Берановичского университета. Мне, как секретарю БРСМ, отрадно видеть нашу подготовленную команду. Мы готовы на победу. Последние несколько лет наша команда завоевывала лидирующие позиции, первое место. Надеемся, в этом году мы тоже завоевываем первое место и поедем на республику, достойно представим нашу область. К сведению, движение молодежных отрядов охраны правопорядка основано БРСМ в 2004 году и объединяет по всей республике порядка 15 тысяч участников. В копилке дел молодых правоохранителей, пресечения серьезных преступлений и правонарушений, задержания опасных преступников, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, спасения людских жизней. Традиционный осенний вернисаж членов Брестского отделения Белорусского союза художников «Берестейская палитра-2018» открылся в выставочном зале областного общественно-культурного центра. Выставка является своеобразным подведением итогов. Это хорошая возможность художникам поделиться своими творческими находками, подтвердить мастерство и профессионализм. В экспозиции представлено более 60 работ 23 авторов. Это живописные полотна, графические произведения, скульптура, объекты декоративно-прикладного искусства. Выставка будет работать до конца октября. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.